В России, Украине, Белоруссии сегодня прощались с погибшими игроками хоккейного клуба «Ярославский локомотив». В родном для команды городе тысячи болельщиков с самого утра шли к дворцу спорта, несли цветы и свечи. Почтить память своих друзей приехали представители всех российских хоккейных клубов и руководители КХЛ. Церемония прощания продолжалась несколько часов. Похоронили хоккеистов на центральном городском кладбище под звуки военного оркестра. Траурные мероприятия прошли в других российских городах, чьи спортсмены играли за Ярославль и трагически погибли. Гражданские панихиды прошли в Омске и Челябинске. Катастрофа под Ярославлем стала тяжелым ударом для миллионов людей. Родным погибших хоккеистов и сотрудников локомотива, а также членам экипажа разбившегося самолета, должна быть оказана вся необходимая помощь. Такое распоряжение ранее дал президент. По борту самолета находился основной состав любимой Ярославля, да и во всей стране команды. Одного из наиболее сильных, успешных клубов нашей страны. Это большая, конечно, потеря не только для всех близких, но и для всего нашего государства, для всех болельщиков. Семьям погибших и пострадавших должна быть оказана вся необходимая поддержка. Нужно сделать все для того, чтобы закрыть материальные проблемы в соответствии с законом и в соответствии с теми соглашениями, которые действовали в отношении игроков и тренерского состава. Проститься с игроками Ярославского локомотива на домашний стадион команды приехал сегодня Владимир Путин. Премьер прошел на ледовую площадку «Арена-2000» и возложил цветы к фотографиям погибших спортсменов. Отдав дань памяти, Путин провел краткую встречу со спортивными специалистами, обсуждали первоочередные шаги, которые помогут возродить команду.